всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале сегодня хотим попробовать новый формат обзор интересных важнейших событий за прошедшую за уходящую неделю это те события которые вот мне показались интересными если у вас есть там какие-то мысли по этому поводу как вообще вы отреагируете на этот формат пишите об этом пожалуйста в комментариях не стесняйтесь поддерживать мои видео лайк подписка опять же тот же комментарии включайте уведомления колокольчик можно немного задонатить это тоже очень сильно помогает есть кнопочка супер спасибо вот здесь где-то сердечко с долларом есть две платформы boost и patreon ссылки на них находятся в описании ну собственно главная новость на мой взгляд прошедшие недели это константиновка это удар по рынку в константиновке который повлек за собой очень большие жертвы там 16 по моему убитых больше 30 раненых удар был нанесен ракетой и собственно вот это событие не было чем-то из ряда вон вот к сожалению к великому но такое происходит буквально регулярно одновременно с константиновкой например был обстрелян никополь это буквально произошло вот в одно и то же время он был обстрелян ствольной или реактивной артиллерии российской там тоже были пострадавшие на следующий день россияне нанесли удар по кривому рогу и все это происходит увы в течение вот полутора семнадцати месяцев до прошедших сначала вторжения уже совершенно регулярно едва ли не каждый день но вот именно константиновка вызвала огромный такой вот резонанс потому что появилась версия что эта ракета была украинской версию эту независимо друг от друга выдвинули руслан левиев из конфликт-интеллиженс тим си айти и юлиан репки военный обозреватель газеты бит они как-то вот независимо друг от друга пришли к таким выводам если послушать их доводы я внимательно слушал левиева читал репки их доводы в сущности разумные их доводы аргументированные но их доводы косвенные вот в чем вся проблема все их доводы основаны на косвенных свидетельствах нет прямого свидетельства что это была украинская ракета да на войне бывает всякой нештатный сход боеприпаса нештатное срабатывание боеприпаса россияне он бомбили белгорода две бомбы огромные уронили прям в центр города то есть такое случается и в этом нет ничего такого вот сверхъестественного российская пропаганда конечно возбудилась очень уцепилась за эти версии и в российской пропаганде эту идею развили дескать украинцы специально ударили по константиновке в преддверии визита блинкина чтобы показать вот какая россия же чтобы украинцы могли показать какая вот россия жестоко и так далее россия жестоко это факт медицинский факт уже установлены совершенно россия регулярно бомбит гражданское население гражданские объекты бьет там по детским садам по школам по различного рода вот подобным учреждениям там тот же театр в мариуполе вспомни все это уже было есть и к сожалению еще будет что касается версии левиева и репки вот почему она мне представляется спорной да еще раз говорю свидетельство косвенные как учил меня мой товарищ уголовный адвокат нельзя обвинять человека в убийстве на основании косвенных улик только на основании прямых вот люди повернулись в сторону звука летящей ракеты вы когда-нибудь пытались в небе найти глазами самолет который идет на сверхзвуки вот гудит здесь а самолет вот там уже это вообще ни о чем не говорит два звука такие были какой-то хлопок потом звук набирающий скорость ракеты это дескать вот сход с самолета не факт у с 300 например да маршевый двигатель отстреливается перед выходом на цель это могло быть вот это или вот допустим такой их аргумент что украинцы говорят что это была вероятнее всего ракета с 300 переделанная для удара по наземным целям и левиев и репки говорят что не было еще использование ракеты с 300 на дальность в 200 километров хотя она теоретически для поражения наземной цели по баллистической траектории может пролететь даже большую дальность но тот факт что этого не было не означает что этого не может быть на этой войне вообще многие вещи случились в первый раз может быть был это вот тот самый первый случай мы этого не знаем что касается отражения в крышах машины с камеры сейчас многие и камеры и видеорегистраторы передают изображение в зеркальном как бы варианте до для облегчения восприятия и вполне возможно что она летела не северо-запада на юго-восток а в обратную сторону тут очень много таких вот контр аргументов но все это еще раз повторяю косвенные вещи такие вот больше умозаключения нежели факты на самом деле окончательный и бесповоротный ответ на это может дать изучение обломков ракеты и изучение поражающих элементов которые там наверняка остались где-то в конструкциях зданий в деревьях там даже вот прости господи в телах людей вот изучение их может дать однозначный ответ что это было за ракета харм которую запустили якобы с украинского самолета или с 300 которую запустили из россии по константиновке может быть с 300 научили менять траекторию то есть она зашла оттуда с той стороны потом повернула изменила траекторию но обломки ракеты могут дать однозначный ответ чья это была ракета вот давайте дождемся результатов этого расследования тогда станет понятно ну еще одна новость которая привлекла мое внимание значит соединенные штаты же передают батальон танков абрамс 31 машину и вместе с ними передают снаряды из обедненного урана боже к нам истерика разразилась у российской пропаганды это ядерная война это вот вот какими вообще на быть кретинами чтобы такое ляпнуть это кстати не первый случай когда они стерят по этому поводу когда британцы передавали свои челленджеры в их стандартный боекомплект тоже входят снаряды с обедненным ураном это стандартный боекомплект вообще танка абрамс в нем всегда есть вот эти снаряды с сердечником из обедненного урана российская пропаганда там начал песков что-то сказал про онкологию там что вот использование этих боеприпасов привело там к прогрессирующему росту онкологические заболевания это кстати не факт потому что есть две точки зрения обе под как бы по обоим поводам по обоим точкам зрения прошу прощения проводились исследования и одни считают что да что то такое было первое массовое использование таких снарядов было в ираке второе на балканах во время операции нато в югославии и часть исследователей считает что да это вредно часть исследователей считает что нет ничего там такого не было во всяком случае это не цезий стронций это обедненный уран да он не обладает такой жуткой радиоактивностью как другие радиоактивные элементы там или металлы но после вот всех этих исследований например он приняло решение такую резолюцию что подобные снаряды нужно использовать только в зонах боевых действий там где нет гражданских но в любом случае это не подтверждено научно пока на данный момент но самое то главное заключается не в этом самое главное как обычно вот у российской пропаганды бывает да за деревьями не видят леса и не помнят самого главного так вот стандартный боекомплект всех российских танков с пушкой калибром 125 миллиметров входит бронебойный подкалиберный снаряд который называется свинец сердечником из обедненного урана они его используют с самого начала вторжения и по сегодняшний день но как говорится в известном анекдоте а нас то за что да одно дело мы тут с нацистами воюем с укронацистами и бьем по ним там сердечниками из обедненного урана а они по нам это уже вот нарушение конвенции это ядерная война это бог знает что тут достаточно вспомнить что тот же песков сказал или лавров это был я уж не помню что передача f16 это шаг ядерной войне потому что f16 могут нести ядерное оружие о как таким образом можно договориться до такой логики передача 200 тонн авиационного керосина это шаг ядерной войне потому что авиационным керосином можно заправить f16 которые могут нести ядерное оружие но логично звучит нет звучит как бред потому что вся их пропаганда несет бред от пескова и до последних там блогеров военкоров так что снаряды из обедненного урана американцы передадут еще раз повторю они входят стандартный боекомплект в двух словах что это такое это такой снаряд капсула у него внутри находится по сути дела стрела она там бывает разной длины зависит вот от длины снаряда да там до 70 сантиметров бывает толщиной 20-30 миллиметров сделано из обедненного урана он обладает очень высокой плотностью вот эта стрела за счет своей кинетической энергии высокой плотности пробивает танковую броню рассыпается в пыль урановая пыль обладает высокой перофорностью то есть возгораемостью она под внутрь попадают вот эти вот раскаленные горящие частички вызывают пожар и как правило детонацию боекомплект совершенно стандартная история так что вот российской пропаганде нужно успокоиться потому что вот в следующей новости речь зайдет о боеприпасах куда более серьезных нью-йорк таймс написала о том что соединенные штаты всерьез рассматривают передачу украине ракет атакам тех самых которых я уже делал видео уже миллион раз говорили в которых украинцы очень нуждаются в чем преимущество ракета таком с оперативно-тактической ракеты которая запускается с установок аймарс или млрс готовый пакет вставили и выстрелили дальность 300 километров точность очень высокая очень плохо поддается перехвату средствами по вообще российского по так и подавно поэтому тут конечно прошу прощения украинская армия получит такое очень мощное средство огневого воздействия на оперативные даже оперативно тактические тылы российской армии я уже много раз говорил повторю эту мысль еще раз союзники давно взяли на вооружение такую вот формулу сначала принимаем решение потом передаем потом объявляем об этом вот так было с ракетами storm shadow или с ракетами скальп поэтому я полагаю что вопрос с атаком сами уже решен вот сейчас они там согласовывают какие-то детали сколько штук и так далее и как вот правильно написал там один придурок российский пропагандист сейчас соединенные штаты случайно найдут у себя на складе лишние атаком суда так она примерно и есть на самом деле они произведены в довольно приличном количестве и допустим 200 таких ракет что будет означать очень существенное усиление для украинцев передать американцы могут без всякого как бы ущерба для своей обороноспособности ну еще одна новость касающаяся боеприпасов украина получила от немцев порядка 30 там 32 кажется установки гепард это такая самоходная зенитная установка с двумя пушками 35 миллиметров эрликоны отличная вещь еще семидесятых кстати годов эта разработка но они она прошла такую серьезную модернизацию которая коснулась вот этих электроники радара обнаружения цели на едва стоят как бы два стоят радара радар обнаружения цели радар управления огнем тот кто видит цель и тот кто наводит пушки на цель очень хорошая вещь очень хорошо себя показала в борьбе там с иранскими дронами неплохо сбивает крылатые ракеты все было хорошо кроме одного проблема была с боекомплектом немцы сами не производили к ним снаряды снаряды производила швейцария эрликон это вообще швейцарская фирма так вот швейцарцы уперлись и ни в какую не соглашаются передавать эти снаряды для высу вот нейтралитет и все хоть ты тресни и немцы чего-то подумав покумеков наладили у себя производство этих снарядов 35 миллиметровых снарядов для этих установок гепард они объявили в очередном пакете военной помощи о передаче пятизначного числа этих снарядов для высу пятизначное число значит не меньше 10 тысяч насколько я понимаю в математике вот ну там вроде речь шла про 12 тысяч снарядов стандартный боекомплект гепарда 310 снарядов стандартный расход на цель 100 150 максимум 200 снарядов то есть они передали полный боекомплект для всех установок какие есть сейчас в ссу плюс готовятся к передаче еще пять или семь машин со стороны германии и немцы вот rain metal раскрутил линию развернул линию по производству этих снарядов то о чем я говорил что западная промышленность она конечно там долго запрягает бюрократия согласования но когда они вот начинают этот весь маховик раскручиваться когда он раскрутиться окончательно вот тогда мы увидим что такое вообще западная промышленность в каких количествах она может производить оружие ну и вот новость которая меня заинтересовала стало известно о том что илон маск в двадцать втором году это было это стало известно из готовящейся к публикации биографии илона маска в двадцать втором году он приказал своим инженерам компании spacex отключить starlink возле черноморского побережья чем сорвал атаку украинских надводных дронов на российский черноморский флот украинцы готовили масштабную атаку такой пирл харбор своего рода а маск приказал втихаря это дело отключить и тем самым сорвал атаку там часть дронов выбросилась на берег ну потеряв управление по всей видимости и они попали вообще круг в руки к россиян по этому поводу большой шум очень сам илон маск сначала объяснял это тем что он испугался что когда вот потопят все корабли значит начнется ядерная война а потом сказал что оказывается там starlink и не был подключен в том районе он получил от украины экстренное такое вот экстренную просьбу на подключение терминалов в этом районе но было отказано потому что эти терминалы предназначены были для вот гражданского использования а не для наступательных действий ну версия про то что он испугался ядерной войны какой-то бред на мой взгляд маск вообще такой человек довольно странный на мой вкус он вот верит в какие-то теории заговора да он сумасшедший он талантливый гениальный бизнесмен но при этом абсолютно вот со скособоченной крышей как это часто бывает у таких людей да они могут одновременно там запускать ракеты в космос и верить в какую-то несусветную чушь в заговор там фармкомпании каких-нибудь но если вспомнить историю этого знаменитого авиаконструктора американского да который там делал эти гигантские самолеты я вот не помню сейчас фамилию его роль исполняет дикаприо в фильме вот он был помешан там на каких-то бактериях там без конца мыл руки ну то есть вот у них как-то вот бывает у такого рода людей какая-то биполярка такая странная так вот есть некий момент после которого маск как-то странно изменил свое отношение к этой войне да он поставлял в начале войны старлинг тут вообще спору нет совершенно и за это ему гигантское спасибо потому что вот как мне рассказывали люди с фронта вся армейская связь первые полгода войны держалась исключительно на старлинг только на них только благодаря им в украинской армии была вообще связь он доплатил за это сам опять же спору нет потом это дело перехватил пентагон сейчас пентагон оплачивает услуги этой связи вот но в какой-то момент у маска вдруг произошла вот какой-то вот он переключился внутри у него какой-то этот свитчер да он стал писать о том что нужно договариваться украине нужно уступить там свои территории публиковать какие-то сумасшедшие твиты все это произошло после это уже тоже доказанный факт нью-йоркер об этом много писал что у маска был разговор с владимиром путином тоже довольно странная история американский бизнесмен неофициальное лицо говорит с человеком до которого президент соединенных штатов называет военным преступником это вот как бы тоже странная история но вот после этого разговора вот маска как подменили вот он стал писать эти твиты был у него твит например в котором он публиковал карту результатов голосования 2012 года на выборах верховную раду в украине и где было видно что вот донецка луганская области проголосовали за партию регионов и вот он писал что-то такое там в своем твите о том что вот это был выбор украинского народа или там выборы жителей этих областей какая донецкая луганская область какая партия регионов он слов-то таких не знает я не уверен что он вот сразу бы нашел на карте донецкую или луганскую область и не перепутал бы их то есть откуда он стал получать эти материалы кто ему стал подкидывать эти идеи что это за странные такие методички я далек от мысли что маску дали взятку вот давай мы тебе заплатим миллион долларов да при его то капитализации при его как бы богатствах вот нафига ему этот миллион долларов чем его там заинтересовали я не знаю вообще у такого рода людей вот как маска есть такая вот проблема им очень хочется быть вот причастными к принятию решений к первым лицам там которые принимают эти решения да вот общаться с главами государства тот же этот цукерберг приезжал в москву там встречался с медведевым до который сейчас вот превратился уже в какое-то убожество и посмешище вот есть у них такая тема вот они любят вот чтоб с президентом сфотографироваться там я поговорил с путиным по телефону и так далее короче говоря вся эта история довольно мерзкая если она действительно имела место если он действительно сорвал ту атаку потому что то атака могла привести к тому что россияне бы потеряли приличную часть своих кораблей либо как минимум были вынуждены их перебазировать потом дальше и это снизило бы интенсивность ракетных атак на украину ну вот маск принял такое решение и ничего с этим к сожалению не поделаешь ну вот примерно эти новости показались мне интересными на этой неделе опять же напишите в комментариях или в течение недели пишите в комментариях мы будем эти обзоры записывать ближе к концу если вам понравится конечно такой формат и будем дальше обсуждать события этой войны и не только не забывайте пожалуйста только поддерживать мои видео лайкать подписываться комментировать и тому подобное спасибо всем пока